Привет! Не забыли, как я выгляжу? Решил я, значит, поудалять ненужные мне файлы с ноутбука, и среди всех папок, которые шли на удаление, я заметил одну, которая называется The Joy of Creation Story Mode, которую я не скачивал. Мог бы сказать я, чтобы навеять атмосферу страха и ужаса. Хотя, наверное, из всего страшного и ужасного в видео только моё лицо. Но я прекрасно помню, как я скачивал её и пытался пройти на стриме. Спойлер, ничего хорошего из этого не вышло. И вот спустя несколько месяцев я решился вновь запустить эту игру. Что из этого вышло, сейчас узнаете. Если кто-то из вас уже играл или смотрел прохождение этой игры на ютюбе, то вы знаете, что The Joy of Creation — проект, который сделан фанатами франшизы Five Nights at Freddy's. Хоррор, который напугал очень много людей по всему миру. Да, Скотт Коутон очень хорошо постарался. Настолько, что новые части ФНАФа выходят до сих пор, даже на консолях нового поколения. Главным ответственным за разработку игры был человек под ником Nixon. В The Joy of Creation такие же аниматроники, с такими же именами, постеры, телефонный парень и многое другое отсылает нас к основной франшизе, с которой разработчики черпали вдохновение для создания игры. Но сюжет, геймплей и прочее всё же отличаются от оригинала. Начать я предлагаю с истории, которую нам хотят рассказать. Давайте, чтобы сразу не было путаницы, мы разберём семейное дерево главного героя. У протагониста есть отец по имени Скотт, а у него есть жена, которую зовут Уэлл. У них есть три микрочелла. Сэм, Антони и Ник. Разобрались. Отлично. Так вот, Ник является рассказчиком. Спустя несколько лет после концовки игры, парень приобретает дом, в котором он со своей семьёй раньше жил. Тут же он вспоминает, что ему и его близким пришлось пережить. Одной ночью Скотт и Уэлл обнаруживают в своём доме незнакомого мужчину, который ничего не помнит. Всё, что он знает, своё имя. Майк. Л. Последний просит переночевать у этой семьи, на что парочка через силу, но соглашается. Действительно, это ведь в порядке вещей, оставлять в своём доме человека, который каким-то дивным образом пробрался в вашу хату и ничего не помнит. Позвонить в дурку или в ментовку, чтобы выяснили, кто он. Не, вот оставить в своей хате его, вот это тема. Хотя стоп, мы же играем в хоррор. А это значит, что никакой сотовой связи с внешним миром попросту нет. Точно. Всё. Теперь всё стало на свои места. Дальше идёт уровень в спальне, о котором я расскажу, когда затронем геймплей. Там мы играем за самого Ника, с которым связывается Майкл и даёт указание, как защититься от монстров. В то время, как младенец пытается выжить, его предки сидят в гостиной, смотрят телек и обсуждают, а правильно ли они вообще поступили, что разрешили незнакомцу остаться. Действительно! По окончанию разговора Скотт выходит, а его супруга остаётся у телека. Как вдруг слышен рёв аниматроников, и тут же с женщиной связывается Майкл, который рассказывает, как многодетной маме не погибнуть от железных рук роботов. Тут же палится, назвав имя её супруга. И тут мы можем уже потихоньку осознавать, что наш Микаэльян не тот, за кого себя выдаёт. Когда наступает 6 утра, Вейл бежит к Нику и забирает его с собой. Дальше идёт сюжетка Скотта. Он слышит крик младенца, которого уже забрали, и бежит в его комнату, но видит, что его там нет. А из одной из дверей выходит Фредди, который начинает погоню за мужчиной. Последний забегает в офис. Там он находит фонарик и письмо от Вейл, в котором она пишет, что Ник с ней, и она его ждёт, но не сказала где. Продержавшись до 6 утра, Скотт идёт в подвал, ведь он думает, что его семья там. Хм, ну, тут всё логично. Мы играем в хоррор, а значит, без подвала тут никак не обойтись. По прибытию на место, герой понимает, что там никого нет, после чего замечает на мониторе компьютера глаза. Понятное дело, что чувак ничего вообще не понимает и хочет узнать, кто же всё это делает. Оказывается, сам Скотт создал всех аниматроников, но кто использует их, непонятно. На что получает ответ «Твои творения». Затем его бьют чем-то по голове, и мужичок теряет сознание. Просыпается он всё в том же подвале, который почему-то изменился в размерах. В одной из двух комнат находятся мониторы, с помощью которых с героем будут связываться и говорить, что делать. Но это уже на уровне подвал, который мы также затронем во время разговора о геймплее. После удачной попытки выжить, мужичка снова бьют по голове. Скотт оказывается на чердаке, прикованным к стулу. Вот это у него, конечно, путешествие по дому. И тут же мы сразу узнаём всю правду, что Майк в игре не Артур Тигранович, а Майкл Шмидт. Думаю, вам, как и мне, ничего это не говорит, наверное. Челли говорит, что ему нравится, что семья Скотта играет в эту игру, и хотел бы, чтобы так продолжалось до бесконечности. Однако для этого Скотту нужно умереть. Слава богам, протагонисту даётся выжить, и он высвобождает вторую руку, после чего пытается доползти до выхода, попутно прося Майка, чтобы тот помиловал его семью. На что не получает ответа. Как вдруг его кто-то перехватывает, и мы слышим вопли Скотта. После этого парень выходит из дома и встречается со своими близкими. Но на всё он отвечает лишь «Вы в безопасности, это самое главное». Вроде что-то такое. А потом мы слышим что-то вроде «Ты видишь, они в безопасности?» Как ты и просил. Спасибо, Скотт Коутон, за сотрудничество. Я буду управлять всем отсюда. На этом игра заканчивается. Думаю, все, кто хоть как-то шарит за ФНАФ, понимают, что Скотт Коутон – отец всего Five Nights at Freddy's. В общем, сюжет не особо сложный. Плохо только то, что в игре нет субтитров, но есть русификатор, который надо скачивать отдельно. В этой версии игры озвучили все диалоги на русский язык, благодаря чему разбираться в лоре будет проще. Теперь поговорим о геймплее. Для прохождения игроку дают несколько уровней. Все они делятся на воспоминания Ника. Давайте поговорим о каждом из них. Итак, первое воспоминание – «Спальня». Тут разработчики отказались от той идеи с камерами, которая была в первых трех частях, и, наверное, в некоторых дальнейших. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, но я точно знаю, что камер в четвертой части не было. Геймплей на первом уровне стал больше походить на ту самую четвертую часть, которую я только что упомянул. Мы находимся в колыбели, по которой игрок может гонять туда-сюда. В общем, как обычный ребенок, когда его заставляют спать. Тем временем Майк, который набрал мелкого по телефону, объясняет, как спасаться от аниматроников, которые заходят в комнату. Прежде чем я начну объяснять правила игры, держите в своей голове мысль, что это первый уровень. Угу. Хорошо. Итак, Фредди. Он будет смотреть, какие вы красивы, через окно. Сначала он попробует заинтересовать вас своим огромным коричневым болтом. Или это рука, я так и не разобрался. Спустя пару секунд он покажет свое лицо, и вам тут же надо будет задернуть штору и держать ее так несколько секунд, пока не прозвучит звук. Самое интересное, что закрывать шторы будет эффективнее всего, когда он начинает пялиться на вас. А когда медведь стучит в окно, это не сработает. Я не совсем понимаю, почему так, но ладно. Дальше Бонни. Он, как соловек буйный, будет пытаться вынести дверь в комнату. Как только вы слышите, что кто-то, мягко говоря, стучится... Сразу же выключаете свет, садитесь на кровать, и хотите отворачивайтесь от зайца, хотите нет, дело ваше. Следом идет Чика. Она будет палить вас через эту дверь, которую Ципа откроет более деликатно, в отличие от прошлого пациента. Чтобы защититься от нее, нужно также выключить свет и не смотреть на нее. И в том, и в другом случае надо слушать звуки закрывающейся двери. Как только они воспроизвелись, можете смело включать свет. К слову, если вы просрете момент с Чикой, то она не убьет ребенка, а просто напугает. Что-то подобное было в третьей части с фантомными аниматрониками. Ну и последнее у нас Фокси. Этот черт не давал мне спокойной жизни ни в четвертой части, ни здесь. Ведь сначала можно будет заметить крюк лиса на кровати. Если игрок будет его игнорить, то он этого не вытерпит и покажется полностью. Значит так, когда вы слышите этот звук, советую как можно скорее выключать свет, ложиться на кровать и нажимать левую кнопку мыши, чтобы закрыть глаза. Когда услышите это, можете сразу вырубать свет. Советую сразу же от него избавляться, ибо когда Фокси вылезет посмотреть, кто это его тут динамит, вы не сможете ни потушить свет, ни зашторить окно, вам жопа. Возможно, кто-то из вас спросит, так а что в этом сложного? Ответ прост. Порой роботы будут входить в вашу комнату одновременно, и игроку нечего будет делать, кроме как встречать верную смерть. Ибо бывают такие убийственные комбинации, как Фредди и Фокси, где чтобы избавиться от последнего, вам надо поспать, а чтобы избавиться от медведя, игроку надо послать нахер Фокси, а после зашторить окно. И порой вы просто не успеваете все это делать, после чего встречаете смерть. Чуть не забыл сказать, что в углу комнаты будет мигать фонарик. Он будет показывать ваше паническое, психическое и т.д. состояние. В самом начале фонарь светится зеленым, а ближе к 6 утра... Ну, вы поняли. Я не знаю, сколько времени у меня ушло на прохождение первой ночи, но это было реально сложно. Черт знает, почему нельзя было просто зашторить окно, не открывать его и спать с выключенным светом. Ну да ладно, это же хоррор, логики тут не существует. Следом идет гостиная. Тут вы уже сможете нормально управлять персонажем на WASD. В распоряжении у игрока будет 3 двери и телевизор. Смотря телек, вы сможете углядеть, насколько близко Фокси или Фредди находятся к вашей комнате. Медведь обычно появляется слева, а Лис справа. Чтобы не проиграть, становитесь за ту дверь, из которой выйдет челек. Он вас попросту не увидит и уйдет обратно. К слову, между аниматрониками можно будет переключаться. И самое главное, останавливать их настолько, насколько вашей душе угодно. Сделано это для того, чтобы они не появлялись у вас в комнате одновременно. И это логично, ведь роботы стартуют в одну и ту же секунду. Ну и третья дверь, которая находится напротив этой огромной плазмы. Тут появляется Бонни, которого снова нужно слушать. Перед тем, как он вышибет дверь, Кролл издаст 4 звука, которые будут говорить о том, что он все ближе и ближе к вашей комнате. Спустя несколько секунд после того, как вы услышите 4 звук, становитесь за одной из дверей и ждите, пока он как Шрек выйдет посмотреть, а никого ли там нет. Также появляется Чика. Как и на прошлом уровне, она не будет вас убивать, а всего лишь напугает. Насколько я знаю, курица появляется только тогда, когда персонаж сидит на диване. Чтобы она вас не заклевала нахер своим клювом, вставайте с дивана и... Все, она исчезнет. Вся сложность этого воспоминания заключается в том, что ближе к концу почти все аниматроники ускоряются. И игрок попросту не успевает проследить нахождение второго робота после попытки первого атаковать вас. Дальше у нас идет офис, в котором у нас есть три камеры и, соответственно, три места, откуда могут выбежать роботи. Две двери и одно окно в задний двор. Хм. Или все-таки не три, а четыре. Вы же помните Чику, да? Она вдруг научилась проходить сквозь стены. Медленно, но она старается. Чтобы ее спугнуть, нам потребуется найти три кекса, которые спрятаны в комнате. Если не успеете, то она вылезет из стены и такая... Я сейчас убью всех! Расположение выпечки можно будет услышать, бегая по комнате. Также пироженки могут располагаться за одной из дверью, за которыми меня стрим-снайпили Фрейди, Фокси и иногда Бонни. Медведя можно будет спугнуть простым светом в морду. То есть, да, он начал бояться света. С Фокси ситуация иная. Его можно будет пропалить на камерах, после чего он уйдет. Но порой он будет появляться сразу в нескольких комнатах одновременно. Это пи***ец какой-то. Вот только смешного в этой ситуации мало чего, так как я вообще не понимал в самом начале, что я делал не так. Тут тоже надо ориентироваться на слух. Слышите справа, смотрите правый монитор. Слышите слева, смотрите левый монитор. Слышите сзади, смотрите средний монитор. Ну и наконец Бонни. Ох, этот хрен будет уничтожать камеры, как только игрок чекает кого-то в мониторах, найдет его. Если увидите крола за дверью, ничего страшного. Главное не засекать кроля на камерах. Ну и чтобы максимально усложнить задачу игроку, разработчики сделали такую фишку. Смотрите, сейчас офигеете. Если вы доживете до 6 утра, безусловно, вы красавец. Но, если вы не светанете Фредди 10 раз, то... Пиши пропало. Уровень начнется с самого начала. Вы думали с вами тут в игры играют? Нет, это игра для хардкорщиков. Ну и как же без этого клише в виде подвала? Тут он тоже есть. И должен сказать, что это самый страшный левел. После выхода из стартира, в котором очутился герой на телеках, будут появляться слова, которые говорят что-то типа «Ты существуешь, чтобы выпустить нас». «Выпусти нас», «Открой путь» или «Сгори вместе с остальными». После чего показываются экзоскелеты. Выход из подвала заблокирован. А когда вы вернетесь обратно, вас будет поджидать вот этот чудик. К нему ни в коем случае нельзя подходить, иначе крышка. Все, что нужно сделать игроку, так это просто вернуться обратно в уборную и сразу же выйти оттуда. Можно будет заметить, что дизайн помещения изменился, и ваша главная задача найти предметы, которые принадлежат оригинальным аниматроникам, и спалить их в печке. Но неужели вы думали, что все будет так просто? Как бы не так. После нахождения одного из предметов, неподалеку от меня спавнился экзоскелет, от которого нужно было держаться подальше. Сложнее всего было с Фредди, ведь после подбора его цилиндра, хотабль стояла рядом с печкой. И нужно было подходить по миллиметру, спамя левой кнопкой мыши, чтобы закинуть шляпу и не получить люлей за испорченное имущество медведя. Непонятки были с Чикой и тем, как достать кекс, который находится за плакатом. Как оказывается, после того, как игрок пойдет к этому месту, он услышит рык. Нужно дождаться, когда он утихнет, и я бы на вашем месте постоял еще секунды 2-3, после чего брал пироженку. Ведь было такое, что монстр перестал рычать, и я сразу же полез за розовой штукой. А скримаг все-таки словил. Ну а насчет Бонни, то его гитара лежит в шкафу, который находится ближе к печке. Во время ваших поисков на экране может появиться надпись. Ты не в безопасности, вернись. Это значит, что вам нужно бросать все свои дела и бежать обратно в уборную. Там персонаж успокоится, и можно будет выходить продолжать ритуал сожжения. Чтобы вы окончательно не разочаровались в моем чувстве юмора, опустим эту шутку, и не будем об этом говорить, окей? Кому надо, тот сам пошутит про туалет. Договорились? Ну а после этого игрока заставят подумать, чтобы разгадать пароль от двери. Но, наверное, это не про меня, ведь я увидел цифры 2369 и совершенно случайно вышел на пароль 9632. Однако в следующей комнате надо будет попотеть во второй раз, так как там вас ждет еще одна дверь, открыть которую можно будет, введя правильный набор цифр. В этот раз все будет попроще. В помещении будут развешаны детские рисунки, на которых можно будет увидеть подарки. Так что количество подарков это очередь цифры. Дело в том, что когда игрок светит фонарем на панели с кнопками, то цифры 1, 2, 4, 5 будут написаны другими цветами. Тут еще нужно брать в учет цвет аниматроника. Думаю, суть вы уловили. И как же это я не рассказал про то, как нам усложнили жизнь экзоскелетом, который идет к вам тогда, когда вы на него не смотрите. Что-то типа плачущего ангела из Доктора Кто. Но и это еще не все. Теперь нам предлагают прогуляться по длинному темному коридору. И в моменты, когда игрок будет доходить до двери, ему скажут, что за ним кто-то бежит. Клянусь, тогда я чуть мышку не сломал. Так сильно я нажимал на ЛКМ, чтобы успеть открыть дверь раньше, чем до меня доберется этот урод. Затем мы появимся в нашем знакомом сортире, после выхода из которого... Еще одно. Нам не дадут покоя. Короче, теперь надо дойти до конца подвала, зная, что экзоскелетов, которые идут по твою душу, когда ты на них не смотришь, двое. Кроме того, возле стен этого самого коридора еще два робота. В общем, дело сделано. Решетка открыта, и все, что нам остается, так это просто выйти из подвала. В общем, после такого приятного сюрприза, надо идти в самое начало. Благо, никого, кто хотел бы попить нашей крови, не будет. После очередного визита туалета, мы выходим обратно и идем к двери, после чего уровень наконец-то заканчивается. Да, понимаю, это было слишком долго, но скипнуть этого вспоминания я так просто не мог. Ну и последний. Уровень чердак. Геймплей на этом уровне отдаленно, но похож на то, что Скотт Ковтон предлагал нам в первой части. Есть камеры, на которых видим аниматроников. Есть две двери, которые надо закрывать. И... вспышка? Ладно, этого не было в первой части. Короче, тут ваши главные задачи будет найти на камерах Голден Фредди и зафлэшить его 12 раз. Пока не сделайте этого, игра не закончится. Думаю, вы это уже поняли, когда увидели эти часы, которые заказаны с Алиэкспресса. Вам будет мешать какой-то робот-мутант. По-другому я его никак не могу описать. В игре его зовут Creation. В самом начале он появится в подвале и будет подниматься наверх к Скотту в случае, если он не будет отпугивать его все той же вспышкой. Думаю, вы заметили вот этот рычажок слева. Он переключает нас на камеры, которые находятся также на чердаке. По бокам могут появляться экзоскелеты. И появляться они будут достаточно часто. У этих двух ребят очень непростая работа. Они бегут марафон в комнату к игроку, но вместо финиша их встречает закрытая железная дверь. Насчет дверей тут разговор отдельный. Смотрите, вы когда переключаетесь между камерами, видите, какую из сторон проверяете. При первом прохождении я, когда видел уродца справа, закрывал соответствующую дверь, после чего ловил скримак. И я сижу такой... Блин, наебали где-то. Оказывается, наш герой сидит спиной к этим дверям. То есть теперь для нас право это лево, а лево это право. Прикиньте! Вся проблема заключается в том, что до этого сложно додуматься, ведь персонаж поворачивается буквально за долю секунды. Каждый раз, когда вы доходите до пяти утра, экран резко меняет цветовую палитру. Это вроде так называется. И начинает играть напряженная музыка. В этот момент мы начинаем хуже видеть. И это такое хрень, ведь после пяти часов наши шансы на победу уменьшались еще больше. В общем-то да. Вот и весь геймплей в таких подробностях, в которых я только смог его расписать. Я не помню, чтобы когда-либо расписывал его аж на три с половиной страницы. Это забавно, ведь сценарий ролика по Freedom Plane состоял ровно из такого же количества страниц. Так, куда-то меня не туда уже несет. Давайте лучше поговорим об одной из самых главных вещей в любой хоррор игре. Атмосфере. Страх, паника, жуткость. Все это будет сопровождать вас на протяжении всей игры. То, какую разработчики проделали работу над звуками, это шикарно. Чего только стоит вопль того же Креэйшена на чердаке. Креэйшена на чердаке. После прохождения всей игры. И я просто обязан сказать парочку слов о скримерах. Мое уважение. Они внезапные, страшные и громкие. Когда одна из тварей летела мне прямо в лицо, я не на шутку пугался и дергался. Посмотрите на эту страшнющую морду, которая летит к вам в лицо под не менее стремный крик. Особенно я хотел бы выделить скример Бонни. Вот чем-то мы ему насолили, что он единственный, кто бьет своей рукой прямо в камеру. Все остальные нас ловят и душат. Всего лишь-то. Все в том же разделе экстра игрок сможет поиграть в усложненной версии некоторых уровней или вообще пройти игру на супер харде. Где если вас поймают допустим на третьем уровне, то игра начнется с самого начала. Я тут подумал, а прикиньте если все это время вот эти четыре аниматроника просто хотели спокойно поспать и уложить героев в кровать. Ведь они им мешали. Нам просто этого не показывали. Да, у Бонни далеко не самый лучший метод заставлять персонажа спать, но тем не менее. Что если после каждого скримера есть продолжение, в котором они говорят «У меня уже просто нервы на пределе. Если вы не спите всю ночь, я не обязан из-за вас не спать так же всю ночь. Ты мне пишешь, я тебе присылаю, ничего мне не слать после пяти. Ты продолжаешь?» Короче, игра очень страшная и в то же время очень сложная. Я уверен, что тоже первое воспоминание вам надо будет перепроходить как минимум пять раз. Даже с учетом того, что я вам объяснил всю тактику. А все из-за сраного рандома, который разработчики вроде пытались пофиксить, но результат, думаю, виден. Если вы любитель посмотреть или поиграть в ужастики ночью, или же не ночью, без разницы, то The Joy of Creation Story Mode – игра, которая вам точно подойдет. Это стопудов не 10 из 10, но со своей главной задачей – держать игрока в напряжении и в случае ошибки пугать его страшным скримером. The Joy of Creation справляется на ура. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы оцените его лайком и подпиской на канал. Ну и, конечно же, напишите комментарий под этим видео. Все. Всем удачи и пока. Видео должно было закончиться еще не знаю когда. Типа, обычно у меня видео идут, ну, где-то минут 10, может чуть меньше. А тут, тут вот столько идет, я не знаю. Ну, наверное, видео должно закончиться в любую секунду. Если сейчас оно не закончилось, то это, безусловно, круто, значит, мне не лень до сих пор это монтировать. Но если видео...